мастера красоты и теперь я готовлю базу который я просто покрою ноготь полностью я сейчас просто буду работать базой но если у вас ногти тонкие ли слоящиеся вы можете также сверху до полимеризации всю поверхность посыпать акриловой пудрой если вы хотите всю поверхность работать на то лучше используйте прозрачную потому что камуфлирующая может увеличить время вашей полимеризации но после нанесения пудры будьте готовы что у вас будет немножко такая ребристая поверхность то есть вам придется либо несколько слоев цвета наносить либо снять липкий слой и зашлифовать поверхность чтобы она стала идеально гладкой окно я думаю все уже второй раз можно не так долго сушить я аккуратно снимаю форму ой извините значит форму как мы снимаем отклеиваем сверху и аккуратно вниз и теперь с помощью базы я дострою остальную часть нашего ногтя сначала я просто тоненько прохожу всю поверхность просто промазываю базой не стремитесь вот туда прямо сильно залезть под кутикулу просто покрывайте вплотную но если вы хотите но вот хорошо покрыть это уже вы делаете цветом то есть база главное чтобы прошли все уголки но в стык с кутикулы это будет абсолютно нормально покрываем эту часть где мы достраивали наш уголок теперь я беру каплю и делаем выравнивание как его делать я веду большую капельку от кутикулы смотрите вот так прямо по воздуху вниз раз и теперь кисточкой можно кисточкой из флакона если вы только начинаете это делать то можете использовать натуральную кисточку номер один или два и вот таким образом распределяю сюда чтобы больше выровнять поверхность с этой стороны я чуть-чуть добавляю вот сюда базу проверяем и в конце практически сухой кистью на которой у меня минимум материала я запечатываю торец там где пудра запечатывать не обязательно если видите что испачкали кожу обязательно сразу же это подчищаем но у меня уже немножечко видите подтекла база поэтому я переворачиваю ручку вот таким образом когда вы переворачиваете придумаю как вам показать вот так у меня перевернут большой палец в общем он там вот он перевернут и вы просто говорите клиенту переверни вывод сами придерживая рукой контролируете если видите что материал очень убегает к свободному краю то вот так поднимаем если кутикуле то соответственно наклоняем дальше проверяем поверхность если все хорошо то помещаем ноготь в лампу и после этого подпили наш свободный край подпилим поверхность а для того чтобы подпилить наш свободный край мне конечно же нужно будет еще предварительно снять липкий слой сушим одну минуту то время сколько сушится ваша база и и пытайтесь еще выровнять заровнять вот эту вот добавку да на свободном крае потому что там любом случае будет неровность если вы будете пытаться и добавить еще еще вы просто получите очень много толщины вам соответственно много потом придется пилить но я снимаю липкий слой и здесь в общем то основное что нам нужно подпилить это вот эту часть но немножечко может быть поверхность я беру пилку и также вот вспоминаем как мы пилили длину как будто вы вот теперь представьте это натуральный ноготь вот он такой был с таким пришел клиент также его и пилим сначала свободный край делаем торец ровным а затем вот эту боковую которые нам теперь хватает подпиливаем на сужение как вы помните сравниваю с другой боковухой если все похоже то теперь также симметрично скругляем обязательно периодически стряхиваем пыль чтобы видеть что у нас происходит и вот здесь самое наверное да сложная постараться увидеть но хоть так как он будет уже выглядеть под покрытием то есть именно сконцентрироваться до на общей форме и вот здесь вот у нас мелкие неровности остались от пудры их я сейчас зашлифую сейчас в данном случае мы по сути я выравнивала ноготь только ради вот этой добавки сам он по своей поверхности был ну более-менее неплохим равномерно а так выравнивание еще бывает трамплинообразных ногтей деформированных здесь серьезные изгибы бывают загнутые вниз ногти то есть и эти варианты выравнивания конечно же отличаются вот они как раз и рассматриваются подробно на курсе который называется продвинутый маникюр то есть это для тех кто уже овладел самой техникой маникюра и теперь хочет дальше пойти прокачать как-то свои навыки всю поверхность шлифовать в общем то не обязательно если там все хорошо потому что добавляли мы только слева теперь я отряхиваю ноготь и снова обезжириваю то есть в принципе материал обезжиривать не нужно но таким образом я полностью избавлюсь от пыли от частичек пилочки ногти которые могли попасть также изнутри если видите что вот остались какие-то недопиленные ворсинки то лучше взять пилочку и снова пройтись вот так изнутри потому что как вы помните да ногой должен быть абсолютно гладким если заметили неровности тоже лучше их поправить сейчас то есть до этапа покрытия проверяйте вот чем лучше вы подготовите ногу чем ровнее будет и глаже поверхность тем легче вам будет его делать и так полностью очищаем поверхность и все в общем то теперь мы можем наносить цвет итак я беру цвет и вот таким образом первый слой не старайтесь его сделать очень толсто вплотную приближаюсь к кутикуле и прокрашиваем если у вас все-таки получился затек обязательно его вытираем потому что потом каждый последующий слой у вас будет снова ложится так что этот затек будет как бы теперь уже с двумя слоями будет вместе с топом и в любом случае считаю что отступ от кутикулы лучше чем затек сушим в лампе то есть если у вас пока что не получается очень близко прокрашивать лучше делайте малюсенький отступ чем толкать это туда но вообще хорошее глубокое прокрашивание что на него влияет конечно же чистый маникюр умение владения самой техники покрытия тоже важно но если вот маникюр недостаточно качественно сделан как бы хорошо как бы вы тщательно там не покрашивали тонкой кистью что-то добивали все равно покрытие очень хорошо не получится и так сушим наш первый слой большинство гель-лаков покрывается в два слоя на улет и такие бывают варианты когда хорошо ложатся в один некоторые на гель-лаки нужно покрывать три и более слоев наносим второй слой вот на втором слое мы уже можем приблизиться больше ставим каплю и смотрите как бы подталкиваем то есть капелька всегда находится с впереди кисточки и дальше плоской кистью еле касаясь поверхности мы как бы вводим эту толщину я часто вижу такую ошибку когда у пути кулы такой знаете толстый валик оставлен цвета это происходит потому что вот правильно делают вот это первое движение а дальше не уводит эту толщину запечатываем торец запечатываем торец смотрите еле касаясь кисточкой и боковые и торец я видела когда вот берут вот так кисточкой и густо так щедро промазывают в итоге у нас получается такой толстенный валик на свободном крае более того из искаженная форма я просушила второй слой и теперь наносим топ топом также можно делать выравнивание в данном случае а мне она не нужно потому что в общем то мы уже вы выровняли поверхность то есть я сделаю минимально но бывают такие случаи когда необходимо топом выровнять это например когда вы делали дизайн который подразумевает какой-то рельеф либо когда ноготь сильно деформирован то есть вы что-то выравниваете базы и окончательно до выравниваете это топом но никогда не делайте выравнивание топом на белых и на пастельных оттенках потому что вот эта толщина которую вы получите из прозрачности топа она при свете будет преломляться и ногти просто будут выглядеть желтыми цвета будут быстро выгорать неважно причем какой фирмы вы пользуетесь то есть хороший цвет и топ или не очень я просто покрывая всю поверхность обязательно запечатываю боковые и торец и это мы делаем как вы уже заметили на каждом этапе переворачиваю ручку точно так же как мы переворачивали при базе вот видите я просто держу и контролирую чтобы у меня мой клиент ручку правильно держал то есть обязательно придерживайте сами не доверяйте эту процедуру клиенту даже если вам кажется он уже сто раз это видел проверяем блик если все хорошо то слушаем наш топ в лампе мастера красоты профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года присоединяйтесь